Новости Дагестана на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов, коротко о главном. Раздельный мусор в одном флаконе. Росферпознадзор обнаружил несанкционированную свалку в Баба-Юртовском районе. Подробности в выпуске. Новые технологии медицины и избавление от рака за один день. В республиканской клинической больнице провели день открытых дверей, впервые применив новое средство лечения. Награды, медали и дух победителя. В гостях у первого в России чемпиона мира организации One Championship Аллахберди Рамазанова. Расскажем в спортивном блоге. Молодежь против коррупции. Студентов республиканских вузов призвали не давать и не брать взятки. Третий молодежный антикоррупционный форум прошел на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства, где рассказали о влиянии данного вида преступлений на общество в целом и призвали вести совместную работу. Для молодежи главное донести, что это действительно зло, лучше с этим не связываться, потому что, как правило, это видно и по громким делам не только в Дагестане, но и вообще по России, что наказание все-таки неизбежно. Это и многомиллионные штрафы, это и не один год заключения, это потеря статуса своего, государственных наград и так далее, так далее. Очередная несанкционированная свалка в Дагестане. Полигон был обнаружен в селе Мужукай Бабаюртовского района сотрудниками Россельхознадзора во время осмотра земель сельхозназначения. Основной часть стихийной свалки составляют отходы, наносящие непоправимый вред плодородному слою почвы и экологической обстановке в целом. Это пластик, полиэтилен, стекло, автомобильные покрышки и прочее. В отношении собственника участка составлен протокол об административном правонарушении. За 2019 год управлением Россельхознадзора в рамках полномочий в сфере Государственного земельного надзора было выявлено 20 мусорных свалок на землях сельхозназначения. По всем нарушениям были выданы предписания об их устранении, а также приняты меры по привлечению к наказанию виновных лиц. В Дагестане создадут центры для выращивания семян сельхозкультур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики. Они будут расположены в Левашинском, Дербенском и Тарумовском районах. По словам главы ведомства, нужно сделать акцент на зерновые и овощные культуры, так как семеноводство в регионе развито слабо. Все большее внимание уделяется и переработке продукции, что позволяет в разы увеличить доходность. Так, если раньше непереработанный рис дагестанские хозяйства продавали за 8-13 рублей, то с вводом в эксплуатацию лицеперерабатывающих предприятий цена на него доходит до 40 рублей. Дагестан в числе лидеров по количеству объектов-долгостроев. Соответствующая информация размещена на портале мониторинга объектов незавершенного строительства в России, созданном счетной палатой. Их доля в республике составляет 39,3% от общего объема. В сообщении отмечается, что в числе недостроев, которые финансируются из бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, а также дороги и объекты коммунальной инфраструктуры. Избавить от рака кожи за один день. В отделении хирургии и онкологии Республиканская клиническая больница впервые применили новое средство лечения в рамках дня открытых дверей. Пациенты с диагнозом рака кожи получили высококвалифицированную помощь специалистов с применением фотодинамической процедуры. Расскажет Алина Багилова. В течение многих лет рак по всему миру занимает первые места в структуре онкологической заболеваемости и смертности. Ежегодно в Дагестане регистрируют более 5000 человек с подобным диагнозом. Лидирующим среди злокачественных новообразований является рак кожи. Современную методику по его лечению фотодинамическую терапию внедрили в Республиканская больница. Чрезвычайно эффективен этот метод при лечении каких-то неоплазий или предраковых состояний или в самом начале заболевания рака шейки матки, вообще в гинекологических, при раке органов малого таза. Также имеется очень хороший эффект при лечении рака желудка, начальной стадии рака желудка. Но при этом всегда нужно понимать, что фотодинамическую терапию нужно рассматривать как вспомогательную терапию. Редко когда она является окончательным и самостоятельным единственным методом лечения рака. Вот именно при раке кожи как раз это тот самый случай, когда фотодинамическая терапия является самостоятельным методом лечения этого заболевания. По словам специалистов, сама процедура абсолютно безболезненная. Терапия проводится в два этапа. Сначала в организм внутривенно вводится вещество, которое в течение двух часов накапливается в опухолях гораздо в большем количестве, чем в здоровой ткани. После чего новообразование облучается лазером. В результате фотохимической реакции раковой клетки погибают. Преимущество терапии в том, что лазеры разрушают исключительно злокачественные новообразования, не затрагивая здоровые клетки. После лечения на коже не остаются шрамы и рубцы. Такой метод прекрасно справляется с опухолями, расположенными в труднодоступных зонах. Спокойно лежите, расслабьтесь, расслабьтесь. Кулаки не надо, спокойно. Например, в ушных раковинах, на крыльях носа и в уголках глаз, как у данной пациентки. В интернете посмотрела этот метод, прочитала, проконсультировала с врачом в Москве, который лечащий. Он одобрил, сказал, хороший метод. Думаю, хуже не будет. Фотодинамическая диагностика позволяет в том числе и диагностировать, рак это или нет. Вот в чем ценность этой методики. Нет необходимости брать биопсию в некоторых случаях. Сейчас самое благодатное время, дни короткие, под солнцем, и мы же не летом этим занимаемся. Когда в онкологии влавствовал скальпель, она уходит и приходят не менее эффективные, альтернативные методы, когда людей можно избавить от каких-то хирургических манипуляций. В 140 километрах от столицы Дагестана расположен город Кизляр. У россиян он ассоциируется с концерном Кэмс и знаменитыми клинками, которые изготавливают в этом городе мастеров. Но вот уже несколько лет о кизлярцах говорят как о лучших спортсменах мира. В 2000 году из Сиднея была привезена от золотой олимпийская медаль по больной борьбе, а затем пошли награды мирового уровня в тайском боксе и кикбоксинге. В гостях у первого в России чемпиона мира организации One Championship Аллахверди Рамазанова побывал мой коллега Камиль Девятов. Завтра чемпиона по традиции готовит мама. Она знает, что любит ее сын и как он скучает по домашней еде, находясь далеко от родного Дагестана. Для домочадцев приезд Аллахверди всегда большой праздник. Даже приезд домой уже победа для нас, уже радость, уже облегчение такое, что он вернулся, жив-здоров. Аллахверди Рамазанов обычный кизлярский парень. С детства начал заниматься спортом, выбрал суровый тайский бокс. Он был слабый, худой, маленький, за него переживали. Его папу все время витамины надо, ему витамины. Покупали витамины, чтобы он рос. И вот так как-то он, честно сказать, на такой вид спорта мы не хотели его отдавать. Но он как-то вырвался туда и все. В скором времени пошли первые результаты и громкие победы. Я боксировал на 33 килограмма в Хаса-Юрте. Это была моя первая золотая медаль и первый мой кубок. И я его очень так вспоминаю теплом. Короче, это вот моя первая награда. Останавливаться на достигнутом воспитанник Ибрагима Хидирова не стал. Продолжил свой путь в профессионалах. В одном из интервью нашему телеканалу кизлярский спортсмен рассказал, что его цель и мечта – пояс чемпиона мира организации World Championship. Насколько ты приблизился к своей цели, к своей мечте? К мечте? Ну, мечта такая вещь. Вот, например, 2-3 года назад я даже не думал, что на телеканале буду там сидеть. И я уверен, что у меня сейчас цель – стать чемпионом этой организации. Иншалла, добьюсь этой цели. И дальше уже пойдут другие цели, мечты. Ровно через полтора месяца после нашей беседы россиянину выпал шанс биться за титул с представителем китайской школы кикбоксинга. Бой был тяжелым и первым пятираундовым поединком в карьере дагестанского спортсмена. Я знал, да, что я устану в бою, потому что все равно опыта нет в пятираунду. Можешь ты готовиться там в десяти раундов в бою, но если ты никогда не дрался в десять раундов, ты по-любому это не осилишь. И вот долгожданная победа. Цель стать чемпионом мира достигнута. Я так стремился, чтобы у меня какой-то поезд был дома, чтобы я домой какой-нибудь привез поезд. И многие менеджеры, с кем я работал, они мне говорили, потерпи, зачем тебе какой-то левый поезд, который никто не знает. Выиграть его. Ты его выиграешь, но только от него не будет. Лучше добейся вот такого рейтингового поезда, который будет значимый поезд. Вот, например, в NFC на сегодняшний день это лучшая организация. И вот я цель поставил, я как подписал контракт, цель поставил выиграть его. И вот сегодня он у меня дома поезд. В маленьком зале города Кизляра под руководством заслуженного тренера России Ибрагима Хидирова тренируются и становятся чемпионами мира такие парни, как Аллахверди Рамазанов. Функционал появлял действительно на него. Хотелось бы, конечно, он досрочно выиграл этот бой, но бои, когда проходят перчатки, это очень трудно бойца уронить, там тоже нокдаун, нокаут сделать. Нокдаун уже одним будет. Да, 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 тем более с такой рукой, там просто травмируем рукой. Ну, я знал, что он будет держать этот бой, как бы ему плохо не стало, как бы не уставал, он до конца, да, до конца он выдержит бой, даже если упадет, он встанет, потому что он шел к этому, он хотел. А тот боец, который хочет выиграть, действительно стремится к этому, он в любом случае, в любом случае он это выиграет. После чемпионского боя, обязательный отдых, затем очередная цель, объединить чемпионские пояса в тайском боксе и кикбоксинге. Сюда, там. Камиль Дебятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизляр. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, смотрите нас в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин